Баския тату В 2010 году в Берлине на конвенции Это было что-то очень необычное Но в то же время этим и цепляло Сам термин арт-брюд в искусстве Переводится как грубое, необработанное Неограненное искусство Искусство маргинала Также его часто называют художественное творчество душевно больных Возможно, многим его действительно не понять Потому что изначально оно создавалось Непрофессиональными художниками Здесь нет правил, нет формы, нет перспективы Очень непонятное различие между фантастическим и реальным Очень часто оно напоминает рисунки детей Но оно очень часто сочетается с просто офигительным реализмом В обиход термин был введен французским художником Жаном Дебюфе По его мнению, арт-брюд это творчество в наичистейшем его проявлении Некий психический выплеск из глубин разума и сознания на бумагу В нашем случае на человека Только таким образом, по его мнению, можно создать подлинную индивидуальность И вот я вам подобрала самые интересные Интересные, по моему мнению, примеры арт-блюда Примеры, пошли Тут я беру и отрезаю себе ухо И мы на этом заканчиваем И сразу познакомлю вас с контемпорари По-другому это я не называю Хотя сами мастера, скорее всего, придумывают свои слова для этого стиля Каждое свое слово Как это может выглядеть? Например, мастер берет свечу, берет клиента, кладет его Поджигает свечу, воск капает на клиента Они это обводят ручечкой и татуируют Либо берет тряпочку-кисточку или, может быть, даже вилку Обмакивает ее в трансфер, делает решительный мазок А в этот момент проходила кошечка, махнула хвостом под симфонию Баха Это его все вдохновило И они это зататуировали Либо была такая история, как чувак намазал себе руку тату-краской И в это место его укусила змея То есть он сделал себе татуировку змеей И что же здесь главное? Конечно же, перформанс Это само действие, о котором вы можете рассказать людям, если захотите Вы можете сказать, что это просто мазок краски А можете сказать, что шла кошка, махнула хвостом, играл Бах И вас вдохновило Вот вы сделали себе такую татуировку А вот этот вариант вы наверняка видели Потому что он очень популярен И есть даже, по-моему, 4 аккаунта Которые делают приблизительно одинаковые работы Ну, по крайней мере, очень похожие На одинаковом фоне, с одинаковой обработкой И одинаковый монтаж видео Смысл в чем? Мастер берет свежий цветок Окунает его, ну, возюкает по трансферу Отпечатывает на человеке И обводит И смотрится это как реалистичный цветок Опять же, тут идея сама интересна То, что берешь настоящий цветок Прикладываешь второй раз, так уже не приложишь И вроде как ни у кого не будет такой татуировки Ну и можно красивую фоточку в инстаграм сделать Но, как всегда, единственный вопросик Это то, как они заживают Фотографий заживших нету в доступности Возможно, если мастер использует темные тона Это все выживает, если это совсем такое нежно-розово-прозрачное Ну, недолго оно будет жить так же, как на фотографии Абстракция К сожалению, ее мало кто понимает И говорят, что черный квадрат нарисует даже мой ребенок Не нарисует А для того, чтобы понять черный квадрат Вам нужно ознакомиться с философским трудом самого Малевича Давайте так Познакомлю вас с Юрием Злотниковым Первым абстракционистом периода оттепели На нем до сих пор, как на фундаменте, держится современное русское искусство В середине 50-х он выставил серию работ под названием «Сигналы» Вот, пожалуйста Он считал, что искусство как бы ловит сигналы Тактильно-чувственных переживаний И преобразует их в простые геометрические формы и символы Поэтому, чтобы понять и прочувствовать эту серию работ Нам нужно понимать, в какое время она была создана Как раз после смерти Сталина соцреализм со своей напыщенностью и помпезностью Совсем деградировал Напомню, как это выглядело После этого появляется позднесталинская мелкотемия Если вы были в Третьяковке, то помните картину «Опять двойка» Федора Решетникова Если вы посмотрите внимательно, ощущение от картин данного периода очень тяжелое Быт коммунальных квартир, реалии – все это немного угнетало А молодежи, да даже не немного угнетало А молодежи нужен был глоток воздуха Им не нужны были какие-то особенные техники исполнения Им нужно было новое ощущение Ощущение свободы, освоение космоса, надежды Именно поэтому серия работ Злотникова была настолько своевременна Она давала именно легкость, которой так не хватало обычным жителям Советского Союза На этих картинах каждый мог увидеть что-то свое, поймать свои ощущения Именно на этом строится абстракционизм И в татуировке в том числе И выглядит он вот так А теперь вариант не для слабонервных Группа татуировщиков из Италии под названием Brutal Black Project Считает, что рисунки – это все херня Самое главное – это ритуал Ритуал нанесения татуировки И он должен быть максимально болезненный С максимальным количеством крови И желательно, чтобы побольше шрамов оставлялось Потому что боль – это очищение души И в итоге они просто царапают, процарапывают линию всю кожу И образуют со временем такой плотный черный рисунок Ну, зашрамированный Такой вот он, ребристый плотный рисунок черный Зачем им это надо? Ребята решили вернуть истинный смысл в культуру набивания татуировок Во время которой человек должен столкнуться с настолько невыносимой болью И настолько у него все должно зашрамироваться Чтобы у него действительно остался памятный рисунок на теле Который не свести и ничего с ним больше не сделать Таким образом они борются с поп-культурой татуировок Я прям представила, как они с любителями файнлайна встретятся вместе рядом Ну, и набьют себе друг другу татуировки Обменяются опытом Кстати, некоторые до сих пор не делают себе татуировки Потому что думают, что если они попадут на зону То кто-то им что-то предъявит На самом деле, если вы, конечно, с женкой сделали из сапога себе воровские звезды Или там звезды на коленях То, наверное, может быть кто-то и предъявит Но если у вас красивая художественная татуировка Все могут только восхититься Ну и потом сами зэки у них уже нету такой полноценной культуры Обычно просто сводят уже и все, все эти перстни Никто этим уже не козыряет, ребята Продолжу одним интересным стилем, который лично мне очень нравится Ну, некоторые его варианты Называется он Blastover Смысл в том, что некоторые старые татуировки себя изживают Как правило, как раз которые без контуров и цветные И тогда сверху человек может набить себе новую татуировку И старое будет просвечиваться И получается такой прикольный какой-то витражный эффект Лучше всего, конечно, смотрятся черного цвета какие-то контурные работы Идея такая, что мы не жалеем о старых татуировках Мы просто делаем их стайловыми И вот вам классные примеры Ну а подытожить серию выпусков о стилях татуировок Я хочу тем, что вдохновляет меня больше всего на данный момент В настоящий момент уровень развития искусства татуировки Растет не только технически, но и концептуально Многим мастерам становится просто скучно работать в одном сугубо конкретном стиле И они начинают комбинировать разные И получается очень круто Таким образом формируется авторский стиль каждого отдельного мастера И возможно у них даже нет названия Вы можете найти просто крутого мастера И следить за его работами И больше вы никогда никого в мире такого же не найдете А все потому, что в современном мире все меньше правил и ограничений И если вы хотите найти свой собственный стиль Экспериментируйте На этом мы закончили краткое ознакомление со стилями И теперь, как обещала, я буду звать отдельных мастеров И брать у них интервью о каждом стиле отдельно Не забывайте подписываться, ставить лайк, чтобы не пропустить мои видео А если хотите узнать что-то о каком-то стиле побольше Опять говорю много лишних слов Пишите комментарии Спасибо за внимание